Дорогие друзья, сегодня я веду разговор с Виктором Алексеевичем. Мы очень часто встречаемся, ну не очень часто, не так часто, как хотелось бы, но когда есть такая возможность, я всегда стараюсь встретиться с очень умным человеком, Виктором Алексеевичем. Сегодня вы узнаете про него, хотя думаю, что вы про него все уже знаете. Кстати, а вас узнают на улицах? Бывает иногда, но стараюсь этим не злоупотреблять. Ну да, а по телевизору не так часто вас показывают? Да, конечно, наша информация внесистемная, поэтому система так и нас старается не замечать. Ну да, потому что то, что вы даете, ту информацию, те знания, они просто потрясающие. То есть вот я практически все ваши интервью просмотрел, читал много очень интервью, и вот это с удовольствием, потому что тот кладезь знаний, которым вы обладаете, а вам уже 70 лет, и вы вот прям вот с послевоенных лет, и вы столько вот в себя впитали вот этого всего, и как-то мне, как мне видится, вы никогда не плыли по течению, вы наоборот всегда как-то против течения плыли. То есть всегда как-то вы шли своей дорогой, вот своим путем, как мне видится. Ну да, скорее не против течения, а просто действительно свой путь. Ну и я напомню вам, вот Гёте, действительно эта миссия очень непростая, Гёте Фаусте как-то говорит, «Где те немногие, что век свой познавали? Ни чувства их, ни мысли не скрывали, отчаянно толпе навстречу шли, их распинали, били, жгли». Поэтому я своим единомышленникам часто говорю, у нас такая с вами миссия, но нас же не жгут и не распинают, поэтому вполне нормально. Не, ну сейчас много говорят, что вот репрессии, вот там всё плохо, там нету свободы слова, а ведь действительно вы подчас говорите такие вещи, которые, ну, многим вы совершенно не понравились, и вы живы-здоровы, вы работаете и так далее. Это, я считаю, завоевание, в общем-то, сегодняшнего дня, потому что те самые времена партийные, советские, там много было позитивного, интересного, но был жёсткий коридор. Уж там, если ты за коридор вышел, то это уже всё. Сейчас действительно можно сказать то, что ты думаешь, и это дорогого стоит. Сейчас действительно сейчас идёт такая вот волна против правительства и так далее, а я на своём примере могу сказать, что я вот вижу, что всё меняется только к лучшему. Да, не сразу, да, постепенно, но меняется всё к лучшему. Есть рычаги воздействия на любого, там, скажем, чиновника, который не выполняет свои должностные обязанности или там что-то вот делает не так, как он должен делать, то рычаги воздействия очень элементарные, простые, и чиновник встаёт, как сказать, в колью и идёт так, как он должен идти. Иногда просто наша, может быть, ментальность, то есть люди такие, они привыкли, что ну зачем я что-то буду делать, вот всё плохо, да, зачем я буду что-то делать, ничего не изменится. А если человек начинает работать в этом направлении, то всё меняется. Это что на своём примере знаю, потому что вот у меня, я сам из деревни, село Рождествено в Ленинградской области, и там было всё очень плохо в селе. И когда так получилось, что я, значит, там детство мне провёл, школу закончил, поехал, значит, в город учиться работать, и там редко бывал в Рождествено. И когда я приехал, я увидел там помойку, грязь и так далее, и так далее, и я всё это сам взял и сделал, просто писал куда надо, на кого надо, и всё стало идеально, вот сейчас там просто раз земной. Вы упомянули Гёте, я бы хотел начать с Пушкина. У меня есть такой потрясающий фолиант, а я его учу наизусть. Это позапрошлого века издание просто потрясающее. Вот, а Онегина учу наизусть, к сожалению, времени всё меньше и меньше, поэтому так до конца мне его не выучить. Но я даже премию учредил в своём в Рождествено, если кто-то выучит Онегина наизусть, 40 тысяч рублей премия. Ну, учат, учат, там одна девочка учит точно, не знаю, выучат или нет в итоге. Ну, важно, мне кажется, что это Онегин, ну, Пушкин весь, он гениален, но Онегин вот для меня, во всяком случае, просто аптечка на все случаи жизни. Вот что со мной происходит, я вспоминаю Пушкина, поэтому я его стараюсь наизусть, он на все вопросы уже дал ответы. И вот здесь это издание позапрошлого века, ну, как бы я привык, что там советская цензура или ещё какая-то цензура, а это позапрошлый век не было ещё советского. И здесь вот предисловие к Пушкину, и здесь его писали, тут даже Тулначарский, это не моя книга, я её купил у, так скажем, Старьёвщика, но она вот в идеальном состоянии, хотя она очень старенькая. Тут кто-то вот писал, тут всё подчёркивал, тут она с ятьями, неудобно первое время читать, потом привыкаешь. И здесь вот, например, мне понравилось описание, здесь, кстати, вот портрет «Никогда я не видел отец Пушкина», здесь вот портрет «Мама Пушкина», здесь вот описано, именно вот описали люди, которые ещё были знакомы с Александром Сергеевичем, то есть говорили то, что вот оно есть. Вот, например, мне поразило вот это стихотворение, здесь он описывает, как он сочинял стихи. Вот я прочту вам. Всё волновало нежный ум, Цветущий мир, луны блистанье, В часовне ветхой бури шум, Старушке чудное предание. Какой-то демон обладал моими играми, досугом, За мною всюду он летал, Мне звуки дивные шептал, И тяжким пламенным недугом была полна моя глава, В ней грёзы чудные рождались, В размеры стройно истекались мои послушные слова, И звонко рифмы замыкались. То есть он описывает своё стихотворческое, как сказать, ремесло, как будто это какой-то дар небес. Думаю, что так и было. Пушкин получал информацию с более высоких уровней организации интеллекта, переводил её в картинки, а потом уже стих шёл сам по себе. Да, 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 все знают эти картинки, он их рисовал, рисовал, рисовал. Современники тех времён пишут о царскосельском лицее. Ну тут вот, кстати, строки знаменитой Пушкина. Нам целый мир, чужбина, отечество, нам царское село. Мы сейчас находимся в царском селе, в Пушкине. И здесь очень много памятников Пушкина, музея Пушкина. Ну не только Пушкина, но всё как бы дышит Пушкиным. Город потрясающий. Здесь до сих пор я не вижу ни одного вот этого вот дома высокого, как строят в городе. Здесь как-то следят за архитектурой. Базовый принцип жизни вообще цивилизации – это жить не выше дерева. Здесь, если подняться, вот башня, там смотровая площадка, то можно увидеть, как должно жить вообще человеку. Здесь нет ни одного дома выше дерева. Деревья и под кронами деревьев. Я вот сейчас въехал вот сюда, вот прям вот действительно глаз радуется. Не давят, не давят вот этот вот бетон, вот эти вот стёкла, не давят. Здесь как-то вот действительно просторно. Так вот, вернёмся, значит. Вы были ректором аграрного университета. И в этой связи, вот про лицей, как пишет лицей того времени. Выпускные экзамены в лицее оказались на высоте лицейского преподавания. Комедией. Столь обычной в доброе старое время. Вопросы и ответы были подготовлены раньше. И каждый воспитанник выполнял заранее назначенную ему роль. Иным способом профессора не рассчитывали благополучно окончить с выпуском. Лицеисты выпускались просто потому, что их надо было выпустить. Всё равно, что и по какому предмету они знали. В аттестате с Пушкина, например, совсем не указаны успехи по истории, географии, статистике, математике и немецкому языку. В день выпуска государь явился в лицей и приветствовал лицеистов. Речью наградил всех жалованием. Пушкин, кончивший по второму разряду, получил 700 рублей. И был определён в коллегии иностранных дел. Ну вот скажите, сейчас образование похоже на лицейское? Ну, конечно же, лицейское образование, оно уникально. Не случайно такие выпускники. Ну, мы нашим отличникам вручали дипломы в лицее для того, чтобы вот как-то приобщиться к этой вот такой цитадели нашего образования. Ну, мне кажется, что сейчас настала пора, когда уже многие задумываются о необходимости, может быть, возрождении вот таких глубинных традиций в образовании. И настала пора, в общем-то, говорить о, если угодно, такой всеобщей управленческой грамотности. Без этого сейчас очень сложно. И здесь опыт лицея действительно незаменим. Его стоило бы... Но здесь парадокс лицея заключается в том, что здесь некоторых преподавателей ругают, а некоторых, вот в частности, Эдельдорф, по-моему, его очень хвалят. Это наставник был, главный человек был в лицее. Но здесь вот, что меня поразило в этом лице, это вот строчки опять Пушкина. «Прости, где бы ни был я, в огне ли смутной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству уверен я». То есть, помимо образования, там было именно братство. И, как сказать, они все братьями себя считали, все вот эти лицеисты. То есть, как-то вот что-то было, какие-то скрепы, которые людей вот по жизни дальше вот помогали им идти вместе. Мне кажется, сейчас таких скрепов нет, во-вторых случаях с ними не встречался, чтобы вот люди вот так вот помогали друг другу по жизни, дальше шли. «Друзья мои, прекрасен наш союз». Да, вот, собственно, девиз. Вот, Николай Первый. Николай Первый пишет в своем дневнике. «Так, знаешь, знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России». Это он говорит про Пушкина? Да. То есть, Николай Первый лично встречался с Пушкиным, а Пушкину на тот период времени было там до 25 лет. Ну, они были практически одногодки. Год разницы у них в возрасте. И, действительно, первым жестом Николая Первого было, это он пригласил Пушкина из ссылки в Михайловском. И первая встреча состоялась, трехчасовая, на которой, в моем понимании, Пушкин открыл ему многие сокровенные знания, в том числе по богословским вопросам, которые потом, может быть, и спасли Пушкина, когда, вот, по Гаврилиаде возникли ситуации, близкие к таким трагическим, возможным для Пушкина, вот Николай там вступился за него. Дальше это идет другая вещь, что здесь вот описывается о том, что Николай Первый ему сказал, что «Я буду теперь цензором всех ваших стихов». И жандарм тех времен в фамилии, вот сейчас могу найти, не помню, какая-то тоже немецкая фамилия, Бекендорф, по-моему, Бекендорф, да, следили внимательно за их творчеством. И когда он рассказал Годунова, то царь прочитал, и, соответственно, там у них начались репрессии к отношению к Пушкину. То есть, с одной стороны, он был к ним близок, а с другой стороны, он говорил, что «Дружок, давай-ка не так открыто, потому что иначе все увидят, и что так можно, и пойдет волна нехорошая, тем более в это время там пылали революции французские и так далее. Почему достал этот томик? Я просто знаю, что вы хорошие пушкинцы, я хочу подарить вам вот эти книжки. Они просто потрясающие, да. Потому что мне со временем, сейчас после того, как особенно я стал многодетным отцом, у меня вообще времени стало мало, и я думаю, что они меня будут пыляться, а вы получите громадное удовольствие. Мы сейчас ехали к вам. Спасибо, огромное. Давайте положим, на подоконник, давайте я положу. Спасибо, да, такое неожиданное вступление к нашей беседе. А я бы хотел с вами побеседовать просто о жизни, о вашей жизни, потому что 70 лет вы столько прошли послевоенные годы, коммунизм, капитализм, и столько всего менялось, вот просто все кверх ногами просто становилось, и люди сначала были в шоке, а потом к этому всему привыкали. И как вы, как умнейший человек, вы всегда были на самых передовых позициях, занимали очень высокие посты. С самого детства, как начиналось ваше детство? Вы же из деревни, правильно? Да, я родился в такой очень глухой деревушке на Псковщине, недалеко от Пушгор, кстати, и Пушкин те края посещал частенько. Сейчас она практически уже вообще такая вымирающая, но когда я там родился, это был 48-й год, послевоенный, то все-таки в первый класс из этой маленькой деревушки нас пошло 4 человека. То есть все-таки так, так сказать. Такая школа далеко была? Ну, школа была в трех километрах, и это тоже достаточно интересно. Я вспоминаю свои детские походы в школу. Вот иногда в южное время, когда заметало дорогу, то приходилось просто тоннель пробивать под снегом. Ну, это такая неплохая зарядка, каждое утро и вечер, да, три километра по прекрасной природе. Ну, и если говорить о таком самом раннем детстве, то вот есть некоторые такие яркие картинки, которые отражают, может быть, те времена, что характерно было. Вот мне больше всего запомнилось вспаханное поле, отец за плугом с лошадкой. На эту лошадку он меня часто сажал верхом. Вот это такая типичная картинка. Во времена, когда я родился, вот у нас был такой сарай, где мы рожь выращивали, жали, молотили ее, и дальше мололи. Я этим тоже занимался. Два каменных жернова, и вот так выращались. Это знакомо, потому что у меня отец со Псковщины, он недалеко от Пскова, там 20 километров, Ершова, большая Остинка. Так вот, я с дедом тоже так же пахал и тоже садил меня на лошадь, и мы из сена на этой деревянной телеге запасали, возили, и была, но уже не мололи, но уже я видел ее, она лежала, вот эти старые камни, и точилка там старая, какая-то конструкция деревянная. Ну, и вот я хочу сказать, что, может быть, на примере моей жизни особенно ярко, наглядно виден вот этот закон времени, или, как мы говорим, смена логики социального поведения, когда скорость обновления технологий сравнялась со скоростью обновления поколений. Мы говорим, что это была середина как раз 20 века, то есть это пришлось как раз на мое рождение. И вот на примере моей жизни это, наверное, наиболее наглядно. Вот, может быть, сейчас мало кто поверит из наших зрителей, но когда я родился, я долгие годы не знал, что такое радио, я не знал, что такое электричество. Ну, о телевидении я вообще не говорю, это была какая-то фантастика, когда я увидел уже в школьные годы практически. Вот, помню, как нам устанавливали вот этот самый черненький динамик в угол, в углу и говорили, что там, значит... Это в вашем доме или в школе? Это в доме у меня, в доме, да, вот в нашей деревушке. И я помню, как мы с бабушкой обсуждали, я никак не мог понять, что вот этот дядя будет там говорить. Я говорю, бабушка, ну, а как же он туда сядет? Это же маленькая такая площадка. То есть вот такая была ситуация. Так это получается, к вашему дому провели водок? Да, да, да. Впервые шла радиофикация. Да, да, да. Не, просто сейчас вот в Обскове нету этого радио, и вот в Старой Руси у меня отец живет, он военный, вот ему дали там в Старой Руси живет, ну, в общем, в деревне под Старой Руси. Тоже, говорит, все было, но все отрезали. В 90-е годы сказали, что там невыгодно, все отрезали. Потом я прекрасно помню следующий этап, потому что вот страна гудела таким хорошим рабочим настроем, потому что вот радио провели, значит, радио заговорило, потом свет, и люди, которые тащили линии электропередач, они просто жили в нашем доме, и поэтому мне это особенно запомнилось, и вот впервые я увидел, что такое электричество. А так сколько вам лет было? Ну, это, наверное, уже, да, я только-только в первой, вот в начальной школе учился, потому что я еще застал времена, когда я уроки делал с керосиновой лампой, вот, причем у меня отец работал на железной дороге, и мы так, так сказать, и вот у нас была какая-то, она называлась десятилинейная такая, лампа с большим фитилем, все приходили, смотрели, какое чудо. С остальными при лучине? Да, а остальные, маленький такой фитилек был, а вот соседка моя делала уроки еще с лучиной, это действительно такая державка металлическая, трубочка такая, туда вставлялась лучинка, пропитанная керосином там, или какими-то жидкостями зажигалась, она вот делала уроки. Вот это я к тому, что сейчас мы, нам кажется, что вот жизнь, она только вот так вот, возможно, как сегодня, но на моем поколении, и сотни лет до этого, великолепные люди, в общем-то, интеллигентные, интеллектуально грамотные, они жили вот так вот, и они при этом не переставали быть людьми, и творили вот ту самую русскую культуру, которой сегодня мы гордимся. Ну это вы говорите вот про себя, да, но если вспомнить того же Пушкина, он даже не мечтал, наверное, о керосиновой лампе, не знаю, насколько были тогда или нет, он тоже при лучине жить, он читал свои вот эти вот, помните, в «Капитанской дочке» он описывает, что вот она сидела и читала при лучине, то есть там, героиня одна из, и он же тоже по при лучине, он писал такие гениальности, когда все это было при лучине, то есть сейчас, когда, вот я тоже об этом задумываюсь, вот у моего деда, у него даже лошади не было, была телега, а лошадь он брал в колхозе, ничего вообще не было, и люди радовались, радио, это счастье какое, свет, счастье это какое, а сейчас мы включили свет, ну и что, там радио уже там с 200 каналов, телевидение 300 каналов, и уже как бы не воспринимаешь, мне вот в этом плане очень понравилась ваша история про мышей, опыт про мышей, когда мышам все дали, они друг друга съели, то есть, то есть как бы получается, человеку нужно к чему-то стремиться, но человек все равно недоволен, вот сейчас недоволен, тут все люди чем-то недовольны все время. Ну вот беда, на мой взгляд, нынешней цивилизации, что она, конечно, утрачивает связь с природными полями, если угодно, да, с природой, с растениями, с животным миром, и я вот даже, вот некоторые фотографии, смотрю свои, вот видите, вот это, скажем, такие послевоенные годы, но даже вот, сама фотография, люди, они вот в природе фотографируются, то есть, не где-то в каких-то... Главное, лица светлые, а вот удивительно, если посмотреть на лица, то они действительно, вот сейчас сложно найти компанию, которая бы была, вот в таком, каком-то едином настрое, видно, что они, я помню свои вот детские годы, вот то же самое у дома там, у нашего соседского, нет, это сосед мой, но я тогда еще ребенком был, вот, но то же самое, лица, 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 которые вот отличаются, такой простотой, добротой, открытостью. В деревне, вот на Псковщине, это отца, так там полдеревни Сорокинах, полдеревни Сорокинах, все друг друга родственники. Ну, а у меня тоже, ведь вот в моей деревушке, может быть, наша родовая линия такая базовая, потому что мой прадед, Ефим, он торговал льном во Франции, вообще-то, в свое время, и был таким достаточно зажиточным хозяином. У него было семеро детей, из них пять мужиков, причем мужики такие двухметровые, и вот мой дед был старшим, вообще прадед мой имел фамилию Ефим Соловьев, вот, а старший сын, мой дед, уже фамилию понес по имени деда, то есть он Ефимов, то есть как сын Ефима, нет, 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 это же понятно, как вот, ты чей Ефимов, да, так, наверное, его все звали. Да, чей Ефимов, и вот этот мой дед, он, так у нас получилось, что вот когда я маленьким себя помню, у нас был такой вековой дуб, это дуб, который посадил мой прадед, потом под окошком, это дуб, который посадил мой дед, вот, потом, рядышком там дуб, это посадил мой отец, а теперь вот на въезде в нашу деревушку, аллея, которую я посадил, но это уже 22 дуба, то есть такая наша родовая линия, и вот, я с большим удивлением, бабушка потеряла своего мужа, вот моего деда в войну, и сына старшего, а младший сын, это мой отец, и она, конечно, хотела как-то узнать, где похоронен, вот мой дед, Александр, и я не так давно, буквально лет 5 назад, через интернет, под старой руссой, в Демянском котле, он погиб, и я нашел его могилку, ездил туда, и это, конечно, поразительно, очень хочу поблагодарить, вот тех, кто хранит вот эту память, потому что ухоженная могилка, это братское захоронение, и что любопытно, вот в месте захоронения, прямо растет дуб от возраста военных лет, и я для себя так понял, что это желудь в кармане моего деда был, он для себя, по крайней мере, такую модель выстроил, но я вот увидел фамилию, имя отчества моего деда, а потом так подумал-подумал дед, этот дед, когда он погиб, ему было 43 года, а до этого он был репрессирован, до этого он был выслан в Сибирь, потом он возвращался, его не пускали в родную деревушку, он где-то жил в Тверской области, бабушка ездила к нему, там навещала, вот, то есть вообще, конечно, история такая достаточно, вот на примере нашей семьи, когда вот пять мужиков, они основали практически там в этой деревушке основные дома, так и сохранились они, и тем не менее, вот постоянно какие-то проблемы по жизни сопровождали, вот эта беда наша, потому что у нас не бывает такого периода спокойного развития, даже вот я вспоминаю уже свою жизнь, времена Хрущева, но вообще накосить, у нас было две коровы, и накосить на корову, это всегда была моя обязанность, вот, причем травы найти было очень сложно, мы косили с десятой кучи, то есть 10 куч косишь в совхоз, и одну тогда тебе разрешают, поскольку отец работал на железной дороге, вот, и иногда там по ночам, где-то в кустах полянка, косили втихаря, и ночью эту траву выносили к себе домой, вот, а сейчас все брошено, и эта трава никому не нужна, и платят за то, чтобы кто-то скосил ее, лишь бы она не мешала, а все было выстрижено овцами, коровами, чистейшее было. Ну, вот, парадокс, я вот смотрю, действительно, в деревне никому ничего нет, там, если корова есть, так это какие-то бабушки, дедушки, там вот они держат, а молодежь как-то, ничего этого не надо. Ну, вы видите, сейчас, конечно же, вот, то, что мы называем цивилизацией, она, как бы, так сказать, создает, такой, избыточный, комфорт, который, может быть, работает иногда не в плюс, а в минус, то есть люди всегда жили в контакте, вот, с природой, с животным миром, это все в первую очередь влияет пропаганда, мне кажется, то есть по телевизору показывают крутые машины, там, крутой, все такое вот, что никто же не показывает, как доят коровы, как пьют чистое молоко, свой сыр, свой творог, и какие здоровые люди на селе, да, этого же ничего нету, а показывают именно городскую жизнь, и как круто в городе, и машины, вот это, и у человека, соответственно, как мне кажется, у молодежи, у них направление, не только у молодежи, у всех, что вот надо вот хапнуть, цапнуть, вот это круто, навоз, вот это все запах, это грязь считается, хотя на самом деле, навоз это целебнейший, вот им дышать даже полезно, это же люди в деревне никогда астмой не болели, почему? Потому что навозом дышали, а в городе, это только городская болезнь была астма, она сейчас только уже там все болит, это астма и так далее. Скорее даже не просто пропаганда, сколько если посмотреть на все происходящее сегодня, то оно заряжено просто на интересы транснациональных корпораций, то есть нужно увеличить их бизнес. Им невыгодно, чтобы дышать. Да, если как люди, ведь человек на земле, он самодостаточен. Ко мне приезжал как-то из Соединенных Штатов, такой интересный исследователь с любопытным именем, американским тем не менее, Дон Рус, вот, у него книга «Духовная экономика», и он проследил всю историю человечества. Всегда на протяжении истории человечества, как только человек основывался капитально на земле и становился самодостаточным, так приезжали ребята с битами из городов, условно говоря, где скучность проживала, неизбыточная и наводили там порядок. То есть они говорили, вы должны вот выращивать что-то, а уже мы будем это перерабатывать, распределять и так далее. То есть это вообще сопровождало всю историю человечества, потому что человек, вот, вросший в землю, он самодостаточен. Ему не нужны ни торговые сети, ни транснациональные корпорации, ничего вообще не нужно. Он черпает все из природы. А в Рождественной там, значит, тоже все было, стадо большое, там все было, сейчас ничего не стало, никому ничего не надо, молодежь выросла, устроилась там куда-то работать, в лучшем случае там в соседний поселок, но там работы мало, очень зарплаты маленькие. Так вот, одна там женщина, они женились, такая семья крепкая, они завели корову. коровы, у них там прям ажиотажный спрос на их молоко, они продают его дороже, чем в магазине, но они их ажиотажный спрос, потому что натуральный, настоящий, дворог настоящий. Они сейчас вторую корову завели, у них там все, говорит, мы, говорит, сами не можем пить, у нас все раскупать, особенно летом, когда дачников много, и зимой тоже. Вторую корову завели сейчас, и они не работают, они работают, ну, как сказать, в своем хозяйстве. А в своем хозяйстве там, это работа, ну, я почему-то так думал всегда, они тяжелые, потому что утром проснулся, дал, значит, как там, дал курям, всех накормил, вывел коровку гулять, и все, можешь отдыхаешь, там, часик полежал, там, не знаю, перекусил, потом опять пошел, там, не знаю, подоил, или там в огородике пополол, опять отдыхаешь, потом, то есть, работа такая, вот она, как раз таки с природой вместе, вот коровы, они все в обед спят, да, коровы спят, даже там, птицы, или стараться летать, ты в это время можешь отдыхать, то есть, с природой, как бы, вот гармонично ты живешь, и это действительно выгодно, и на этом можно жить, и нормально, как сказать, жить, сейчас они, кстати, лошадь завели, и они сдают ее, там, на этой лошади, ну, не везде можно проехать с удовольствием на тракторе, чтобы спахать, или что-то сделать на лошади, плюс они сдают то, чтобы кататься на лошади, там, на этих садях, то есть, в деревне, вот, пример, даже, вот, можно жить очень хорошо, имея в виду. Ну, вы знаете, вот, что такое матрица, да, значит, дело в том, что мы живем не так, как мы хотим, а так, как ориентирует нас матрица, и вот, если мы сравним телевизионные сетки, допустим, прошлого, которые я прекрасно помню, и телевизионные сетки сегодняшние, то тогда мы поймем, почему никто не хочет жить и работать в деревне, потому что, если мы обратимся к телевидению прошлого, то там не было вообще ни одной сцены насилия, убийства, грабежа, вот этого спекуляций, там, каких-то роскошной жизни, там просто показывали 90% времени человека труда, и вот говорят, что это не было свободы слова, проблема телевидения вовсе не в свободе слова, а проблема в психологических последствиях того, что мы видим на экране, кто-то говорит, что, ну, телевидение, оно отражает жизнь, ну, извините, за все свои годы я ни разу не видел сцены насилия и убийства в жизни, вот реальной, а на экране телевизора я это сотню раз на дню увижу, так значит, это не отражение жизни, а скорее наоборот, жизнь отражает то, что протекает на экранах телевидения, если мы хотим вернуться к трудовой созидательной жизни, то нужно запустить эту матрицу в телевизионной сетке. Ну, советский, я родился в 78-м году, советский, значит, фильм я прекрасно помню, там, если кто-то кого-то ограбил, то его обязательно нашли и посадили, да, если там роскошная жизнь, то это плохие люди, и с экрана уже все, их как бы ненавидят там, условно говоря, никто не хочет им подражать, а сейчас, конечно, сейчас рейтинги, рейтинги, вот сидят люди такие вот и думают, вот, народ будет это смотреть, нам нужны рейтинги, давайте вот это вот покажем, чем хуже, тем лучше, значит, какая разница там взять этот комедий-клаб, когда там такая пошлятина идет, такая мерзость, и по телевидению в советское время, это же, я не знаю, там точно бы всех это самое разогнали бы, если бы увидели подобное. Ну, это связано с чем? Опять же, бизнес и серьезные заработки, возможны только на пороках людей, если человек не порочен, на нем не заработать, вот как заработать на мне, я там мясо не ем, рыбу не ем, алкоголь не пью, табак не курю, там, ну, то есть, и, соответственно, состояние здоровья, иначе складывается у таких людей, и чем больше человек привязан к каким-то порокам, тем больше с него можно снять денег, вот, собственно, опять критерий один, то есть, цепочка пошла, она, как известно, работает в начале питания, там, добавки специальные, потом лекарства, потом болезни, алкоголь, табак и так далее, вот, в этом проблема, поэтому зачастую мы не всегда различаем корни, вот, многих событий, и, к сожалению, тема уважение к труду праведному, она сегодня вообще закрыта полностью, она сегодня вообще закрыта полностью, и именно это и является первопричиной очень многих наших бед и проблем. Вот я вспоминаю свои уже, может быть, студенческие годы, потом и годы после студенческие, я ведь вот всю жизнь трудился, и жить можно было и тогда очень неплохо, вот я, к примеру, после, да, и уже в конце студенческих лет, ежегодно, а потом, когда работал, ежегодно отпуск проводил в болотах Псковской области, куда проезжал на лодке, там километров 40, там не души вокруг, и, наверное, там у нас вот такая совершенно уникальная природа, и я за время отпуска зарабатывал больше, чем за год работы на очень высокоплачиваемых должностях, хотя находился, но за отпуск я зарабатывал больше, но потом я работал всегда в строительных отрядах студенческих тоже, ну вот, да, я, скажем, там какие-то, у меня вот, скажем, стройка, вот, я сейчас даже, когда проезжаю там мимо, это под Псковом, Дуловка, нас было 10 человек, в основном это аспиранты, я тоже тогда был аспирантом, мы построили 5 двухквартирных домов, за 40 дней, с нуля, выкопали, значит, я смотрю, это дерево, настоящее, да, из дерева, и вот, ну, мне сейчас даже не верится, но мы действительно работали примерно с 6 утра до 10 вечера, но заработал я, в общем-то, конечно, больше, чем за год зарабатывал, так сказать, вот, но, и просто поражаешься, под крышу сдали эти дома, вот, ну, так же вот, если показывали копеечку, которую вы купили, да, и вот, если говорить о том, что, как, значит, это потом, оборачивался, у меня первый автомобиль мой, это, вот, тринадцатая, тринадцатая, это, там, ленремонт у нее, я сейчас купил, да, ну, вот, это, конечно, была тогда предметом, первая машина была москвича, гордости и роскоши нашей, но она была заработана, в общем-то, горбом, потому что, когда в клюк уходишь, да, то, я вот там, скажем, места были, где я не далеко, а иногда это приходилось, километра четыре, вот в собаках-заколенниках так, и два рюкзака, один на груди, и второй на спине, потому что мы с женой ездили, собирали вдвоем, а выносил-то и я, и это во многом, в общем, такая мощная закалка, когда я приходил на работу, тогда было неудобно мне сказать, что я вот там подрабатываю где-то, все удивлялись, как вы так загорели, где вы так отдыхали, но это действительно был полноценный отдых, потому что чистая природа, в радиусе, там, думаю, километров сорок, не души практически, и вот мы там жили в таких заброшенных деревушках, благо мой отец, он в партизанском, он ребенком еще в войну-то был, и в партизанском отряде был в тех краях, там немцев не было туда, дорог нет, и поэтому вот мы туда проезжали, по речке Полесь, на моторной лодке, это уже граница Новгородской, Псковской области, абсолютно безжизненное пространство, где там, так сказать, и глухарии, значит, над тобой сидят, и, значит, и медведь, и лось рядышком пробежит, то есть вот такие... Сейчас там стал еще глуше, сейчас еще глуше, там у меня знакомые работами, она, вот как раз, лохни, это с тех времен, и цыгло, она говорит, лохни, там было что-то около, что-то там, 50 тысяч населения, что-то сейчас стало, там, в лучшем случае, 15, все разъехались, ну, во-первых, там демографический был кризис, не рожались люди, и смертность повышена, и разъехались все, то есть там население стало еще меньше, так, может быть, даже меньше, чем было вот в вашем детстве, не знаю, то есть, поэтому есть такие заповедные места, наверное, до сих пор, которые, где много человека вступало, может быть, там, раз 50 лет. Да, озеро Полисто, 6 на 12 километров, такое, и вот из него, это речка Полис, поэтому мы из Цевло по Цевло, добирались до озера Полисто, пересекали его полностью, и по речке Полис еще километров 30, и там уже абсолютная тишина, это, кстати, Заячий от Рог, самое большое месторождение торфа в Европе, место такое серьезное, знаковое. Вот поэтому, конечно же, вот матрица созидания как-то должна в нашем обществе возрождаться. Ну, а нам не кажется, ведь каждый же ищет себя, ведь сейчас же есть интернет, ведь каждый может набрать в интернете, извините, там, посмеяться, да, а кто-то наберет в поисковике обучиться, то есть, и вот у вас, я смотрю, очень много подписчиков, много просмотров в интернете, то есть, люди, которые все время вот жаждут вот этой новой информации, чтобы становиться лучше, но вот у меня брат, значит, так сложилось в его жизни, что он очень долго не работал, не мог найти себе работу, он живет там недалеко от Рождествена в Колпанах, так вот, сейчас он со мной работает, так вот, он ничего не делал, он лежал на диване, смотрел телевизор, он бросил курить, он не стал там спиваться от того, что у него все-таки и жена, и ребенок, и работу, но не мог найти никак, находил какой-то там за какие-то копейки, и так далее, а он смотря телевизор, он бросил курить, то есть, я сделаю какой вот, наверное, он в телевизоре смотрел телеканал Культура, наверное, он не смотрел какие-то там вот эти пошлости, наверное, он выбирал какие-то программы, почему вдруг решил бросить курить, он перестал пить, ну, пьет, ну, как сказать, так умеренно, так сказать, выпивает там по праздникам, и так далее, то есть, не спился, не скурился, а наоборот, даже лучше стал, смотря даже телевизор, ну, там, интернет плюс еще, то есть, каждый ищет себе вот это вот, топчет свою тропинку, по большому счету, нельзя говорить о том, что вот сейчас вот мир впал в пучину какую-то, просто сейчас стал каждый более индивидуален, нету такого общего строя на там 9 мая, на Октябрьскую революцию праздник, а каждый идет своей тропинкой. Да, мне кажется, вот вы правы, что сегодня есть возможность реального выбора, ну, и мне кажется, что идет такая серьезная поляризация, то есть, вот сейчас идет, если угодно, такая своего рода гигиена, ноосферная, когда люди или действительно уже в отбросы, или они начинают осознавать себя человеком разумным, и идут по жизни совершенно иным путем, которым невозможно было идти, вот не так давно, потому что там ты должен был идти только в том коридоре, который обозначен. сегодня эти коридоры размыты, и действительно, вот к моему счастью, у меня очень много сторонников, последователей, и людей, которые поменяли свою судьбу во всех регионах нашей страны, и за рубежом. Я по себе могу сказать, что вот я вот смотрю, я вот становлюсь, чувствую, что я становлюсь лучше, я считаю вас себя, я считаю вас своим учителем, потому что действительно, те мысли, которые вы излагаете, они просто потрясающие. Я стараюсь говорить открыто, это, конечно, не просто, но вот может быть такая откровенность, открытость, она многих и, ну на многих она и влияет, то есть, когда человек лжет, ну можно, как бы врать словами, но глазами невозможно врать, и вот такая моя полная открытость, я всегда старался, я могу ошибаться, я могу что-то не понимать, но я не могу лгать, вот у меня это не получается, вот я если так думаю, я говорю, хотя понимаю, что может лучше это не говорить, было бы спокойнее, но если задается такой вопрос, я не могу сказать иначе, в отличие от того, ну как я понимаю это. Давайте посмотрим, вот я смотрю, вы с отличием учились очень хорошо в школе. Да, вот это я к тому, что тоже такой, сегодня что-то посмотрел, любопытные такие остались бумаги, да, ну вот казалось бы, такая глухая деревушка, да, но ведь я, значит, вот первое место на математической олимпиаде Бижанинского района в 62-м году, значит, завоевал. Это 8-й класс, да? Да, после этого третье место на областной математической олимпиаде, то есть, вот глухая деревушка, но там, тем не менее, были преподаватели, которые неплохо... А у вас математика был любимый предмет, да? Ну, математика просто мне так давалась неплохо, ну и потом вот из такой глухой деревушки, я помню прекрасно вот этот день, когда я получаю открытку о моем зачислении на физический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Ну, по тем временам это едва ли не топ был вот того, куда можно было поступить. Ну, сейчас, может быть, ценностные ориентиры такие размазанные, но тогда однозначно вот это, наверное, высший предел, к которому как-то стремились. Ну, у кого не получалось там с математикой, физикой, они чувствовали, что немножко они так, как бы, так сказать, чем-то уступают, но они там уже распределялись по другим направлениям. Ну, это если говорить о моде, я не хочу сказать, что там важнее, разные направления науки в равной мере важны, но вот тогда мода была именно на вот физику и в общем-то вот кадровая база управленцев она формировалась вот так вот. У меня очень много знакомых, которые вот из действительно глухих деревушек, но они стали людьми такими заметными. Ну, и после окончания значит вуза я был два года военным, вот так называемые двухгодичники, служил лейтенантом на Крайнем Севере, значит в Мурманске начинал, потом мне поручили, у меня жена как раз в это время родила, ну и вот меня отпустили со службы навестить свою дочку только с условием, что я приму другой взвод. У меня был взвод радиолокационной разведки, там три человека и все, что называется, а здесь метил взвод, в общем-то крупное такое подразделение, я согласился и вот когда вернулся, потом наш взвод откомандировали на границу с Норвегией, туда ближе, мы обслуживали стрельбы артиллерийские и это был ссыльный взвод, то есть всех, кто плохо себя вел, отправим к Ефимову, если плохо себя будете вести, так вот взвод у меня был 15 человек и это был взвод из 15 национальностей, то есть я после этого стал реальным интернационалистом, потому что я понял, что в общем-то все люди хорошо там это как обычно все боятся кавказцев, там вот они такие вот горячие, была детовщина? Нет, у меня там вот что касается взвода, то как раз у меня вот были все, литовец, латыш, значит, еврей, азербайджанец, вот и азербайджанец, к примеру, был самым таким как-то, ну, много возникало проблем там и семейных, вот он такой был в очень доверительных отношениях, его можно было о чем-то попросить, он мог что-то подстраховать, я даже в отпуск летал тогда в Баку, тогда ведь количество дней затрачиваемых на дорогу поездом засчитывалось в длительности отпуска, да, то есть ты получаешь отпуск и плюс столько, сколько нужно тебе на дорогу, вот я выбрал самой северной точке самой южной, да, 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 вот так я приезжал к его родителям, вот, ну, такие нормальные человеческие отношения были, не просто чисто формальные, ну, и, конечно же, вот, грек у меня там был даже, люди очень разные, очень непростые, ну, как-то так более-менее удавалось по-нормальному там организовать жизнь. не, ну, это же тяжело, вот 15 мужиков на Крайнем Севере, это я так полагаю в одной какой-то, вот в одном помещении каждый день, но это же, блин, да, там мы были прикомандированы к ракетному дивизиону, то есть это они жили, естественно, в казарме, у меня был отдельный домик, но я был с дочкой грудной и с женой, они с вами там были. Да, они тоже были со мной, ну, и много. Академию Лохоту там брать на Крайнем Севере? Ну, нет, тем не менее, там вот, если говорить о Крайнем Севере, то я вам скажу так, что забота о людях там была в уттенате, то есть нам выдавали паёк, всё, начиная от соли, лука, перца до, там, мяса, там, и чего угодно, вот, и этого было абсолютно достаточно для питания, кроме того, у меня была зарплата, по-моему, две тысячи, или нет, тогда двести, десять рублей, да, а кооперативная квартира стоила две пятьсот, то есть я за время службы, за два года, я полностью накопил денег и купил квартиру в Купчино тогда, вот, кооперативную, благодаря, вот,